Меня просили показать, что я готовлю дома, когда готовлю. Готовлю я довольно редко, так как любое блюдо можно купить в ресторане, заказать или на дом. И это выйдет намного дешевле, чем закупить все продукты и приготовить его самостоятельно. Но иногда все-таки есть такое желание и я готовлю. Сегодня я буду готовить гульбени мучим, такое блюдо. Основной продукт здесь идет это улитки. Также свежие овощи используются. И самое главное в корейской кухне это конечно же соус. Вот так вот должно выглядеть это блюдо. Корейцы кладут туда еще лапшу, куксу. Но я лапшу не ем, я просто делаю овощи с улитками. Поэтому получается не только вкусное блюдо, но еще и полезное, диетическое. Сейчас мы будем резать овощи. Примерно вот на такие кусочки режем редьку. Кусочки должны быть тонкие, но так как я не умею резать, так как муж тоненько и быстренько. У меня вот получается как получается. И все овощи порезанные скидываем вот в такую большую чашку. Так по очереди мы сейчас будем резать все овощи. Огурец. Примерно такой же соломкой порезали огурец. Обычно я конечно не таким образом скидываю, как все нормальные люди. Но так как у меня сейчас руки заняты, мне приходится рукой скидывать. Так, дальше пошла в ход морковка. Порезали морковку. На самом деле я старалась резать ее как можно тоньше. Вот, складываем. На самом деле все готовят это блюдо по-разному. Кто как хочет, некоторые добавляют еще сушеный кальмар, некоторые не кладут там морковку, некоторые не кладут редьку. В общем, это такое блюдо, в котором ингредиенты, они заменяемые все. То, что есть в холодильнике, то и кладем. То, что вам нравится, на вкус, то и кладем. Так, пошла. Капуста. Капуста готова. Теперь режем лук, обычный лук репчатый. И потом у нас еще пойдет лук-порей. На самом деле сначала выливаем соус и хорошенько перемешиваем до того, как добавим лук-порей и вот эти листья кунжута. Я думаю, это листья кунжута, но кто-то говорит, это листья перилы, я точно не знаю. Если у вас нет вот такого готового соуса специального, его можно сделать самим. Все-таки по-любому вам понадобится корейский соус кочу-джан. Вы смешаете его там с уксусом, еще с какими-то ингредиентами. И получится вот такой вот соус. То есть без корейского соуса вам все-таки никак не обойтись. Вот, наливаем соус и хорошенько перемешиваем. Так как для меня не существует слишком острого соуса, для меня они все недостаточно острые, добавлю еще порцию красного перца вот такого горького. Не острая еда для меня вообще не еда. Так, тщательно перемешиваем. Одной рукой неудобно. Следом добавим лук и давленый чеснок. Сюда. Следом открываем наши улитки. И так как они крупные, крупного размера, мы их сейчас порежем. Вот так мы порезали наши улитки и забрасываем их сюда. И опять тщательно перемешиваем. Теперь добавляем каплю кунжутного масла. Это обязательно. И перемешиваем. И только в самом конце, когда уже все-все-все перемешали, мы добавляем листья перилы. Так как она берет в себя много соуса, ее в самом конце нужно класть, когда уже все остальные овощи соусом напитались, пропитались. Вот. И перемешиваем. Накладываем все это в тарелку и сверху посыпаем кунжутным семяем. Как вы знаете, кунжутное семя – это целый кладезь кальция. Ну и других всяких, конечно, витаминов и минералов. Но кальция в кунжуте больше всего. Вот такое блюдо у нас получилось. Запах немыслимый, очень-очень вкусный. На вкус это тоже все очень вкусно. Вы, наверное, возразите, скажете, но это же не полноценное блюдо, это же салат получился просто какой-то. На самом деле, действительно, если не добавлять лапшу, куксу, то это выглядит больше как салат. Но здесь уж каждому свое. Если хотите, можете добавлять лапшу. Получится полноценное блюдо. А если вы любите так, как и я, жевать траву и мясо, и белки, то в самый раз вам. Всем приятного аппетита! Всем пока!